Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня у меня новый объект. Вот помещение. Видите, человек застелился. Вот, если у нас здесь ноги не попадают, то вообще, в принципе, это отлично. Так, по помещению, это у нас планировка, по-моему, направлена P44-T или как-то так называется, вот, в общем, с этой вентиляцией. Вот, очень популярные дома. Вода, здесь вода для посудомойки. Посудомойка наша через шкаф. В общем, там долго обсуждали мы с заказчиком. В общем, с этим по месту будем сейчас решать. Имеются розетки. Еще ничего. Сейчас заказчик пошел за проектом машины. Вот, кстати, не забывайте, пожалуйста, распечатку привозить с собой на адрес. Есть розеточки. Розеточки. Ну, я думаю, здесь кухня, в общем, на заказ. Я думаю, здесь все должно быть четко. Вот, по-другому быть не должно. Но сейчас мы будем это все смотреть. Вот видите, икея, но не икея. Так, еще ничего не распаковывал. Здесь один каркас приехал собранный. Кстати, у нас техника, а вся икея будет. Вот, как бы, человек хотел в икее все купить, но не успел. Вот так все выглядит упакованное. Вроде бы, что-то подписанное. Шкаф, шкаф. Как бы, вроде должно быть окей. Открыл один фасадик я. Так, ну, под чашку петли, в общем, все делают. Но, естественно, вот эти никто не делает. Типа, шестнарем прикрутил, как бы, и все, и хорош тебе на этом. Так, по фасаду. Фасады, это у нас пленка. Пленка, пленка. Вот, можете посмотреть. Но, слушайте, ну, тоже, да, есть. Вот, это что-то на Ньюпорт, думал, он не очень, как бы, с моментами такими под пленкой. Ну, нет. Вот, ну, так, вроде, нормально выглядит. Вот, пожалуйста, уже сразу бац, косяк какой. Вот, на ровном месте еще ничего не делаем. Под ручки уже просверлили. Типа, все, все как бы готово. Столеха. Вот она у нас, кромленая. Молодцы. Запиленная. Красавчики. Вот, ну, вырезы под варку-мойку, естественно, всегда делаются по месту. Цоколь есть. Цоколь пластиковый. Наверное, что я похож. Так, здесь понятно, запил. Вот, мне очень интересно, как он сойдется. Ну, и у нас вот вторая столеха. Тоже запиленная. Все отлично. Старешница с пропиткой. Не знаю еще, что за фирма. Вот, в общем, такая история. Сейчас буду, сейчас померяемся, заказчикам все обсудим, буду собирать. В процессе сборки буду показывать, что да как у нас здесь. Вот. Здесь еще какая-то у нас деталька. В общем, ладно, сейчас все покажу в процессе. Друзья, я вам совсем забыл показать проект. Вот такой проектик. Кухня у нас на заказ. Повторюсь, фирма, честно говоря, не знаю. Где-то люди покупали, там, нашли мебельную какую-то организацию, так сказать. Вот. В общем, процесс этот идет. Начал потихоньку собирать. Как обычно, все нужно все коробки вскрыть, чтобы найти детали. Потому что все детали раскиданы по разным коробкам. Это, как бы, тоже для меня немного непонятно, почему нельзя один шкаф паковать в одну коробку. Ну, также, как бы, удобнее, наверное, будет собирать. Не нужно ничего ходить искать и распаковать кучу коробок. Ну, да ладно. В общем, собираю. Здесь пока нормально. Есть тут вопросики у меня по доборам. То есть, непонятно. Там просто палочки и все. В общем, здесь сейчас угловой у меня модуль собирается, который будет здесь стоять. Тоже конструктив, пока его я не пойму. Потому что, ну, вот, вот, понимаете, вот проект. То есть, все. Больше нет ничего. Вот. Ну, хотя бы, там, раскладочку делали. Там, вот, модуль один такой-то, такой-то. Модуль другой такой-то, такой-то, что там, с размерами и так далее. Вот. Потому что, мало ли, ну, чтобы не путаться, а чтобы лишние движения, так сказать, не делать. Вот. Ну, вот, как есть, в общем. Так, собираю. Значит, многие, в общем, заказчики забыли на даче. У них мебель изначально на даче лежала, и кухня была куплена еще год назад. Просто пока ремонт, там все такое. Так, по фурнитуре, по фурнитуре все у нас на евробинтах. То есть, никакого ашканта, ничего нет. Просто тупо на конфирматах скручивается, и все. Вот там только у нас эсцентрики, минификс, потому что здесь видимые части на шкаф под вытяжку чуть короче. Все. В общем, ручки есть. В фасадах даже отверстия есть под ручки. Короче, куча уголков, саморезиков, крепеж, навеска вот такая. Честно, это ерунда. Мне она вообще не понравилась. Я кто-то работал с такой, в общем, фигня. На тридцатку саморез перекручивается, начинаешь поднимать, опускать шкаф. Он начинает подниматься, начинает вот толкать горизонт. То есть, шкаф на месте стоит, горизонт поднимается. Ну, в общем, как бы такое себе, потому что, в общем, чтобы вы понимали, почему конфирмат, только конфирмат, это плохо. Вот смотрим, да, сейчас положение какое. Вот сейчас, допустим, мне нужно чуть приподнять. Я вот приподнял. Нужно чуть-чуть приопустить. Все, я приопустил. То есть, понимаете, да, вот эта часть, вот эта часть, я сейчас начну поднимать, она упирается у меня вот сюда, и здесь она просто тупо поднимает горизонт, но не шкаф. То есть, давление большое на горизонтальную часть. Если бы здесь был шкант, то шкант, он как направляющий, он придерживает все это дело. Вот, а конфирмат, он только стягивает две эти детали между собой. Так, по фурнитуре. Фурнитура ДТЦ, по-моему, фирма. Ну, в общем, короче, в общем, смотрите, ребят, я за фурнитуру Блюм и Хетик. Все остальное, как бы, не знаю. Такое себе. Потому что Блюм и Хетик, там, сто лет на рынке, они себе зарекомендовали, как положено. Вот, отзывы разные по этой фурнитуре. Кто-то на доводчике жалуется и так далее. Ну, в общем, как по мне, лучше Хетик, наверное, поставить. Хотя, вроде, тут и регулировка есть, но сейчас посмотрим, когда уже поставлю. Вот, на быстросъеме ответная планка, то есть, вот, как бы, типа, вот так. Вот, но два минуса. Ну, это минусы уже больше не в фурнитуре, а к производителю. То есть, все на шестнарях. Вот, килограмм шестнарей, вот, и крути их куда хочешь, сколько хочешь и так далее. Естественно, вот мы видим шкаф собранный, вот здесь будет дверь. Естественно, никакой присадки здесь нет вообще отродясь. То есть, дверочку приложил, саморезик туда закрутил и поехал. Через полгода дверь оторвалась и все, и упала. Шестнарь саморез, это такое, это раньше было. Вот, как и конструктив шкафа, это было раньше. У меня отец мебелью занимался. Сейчас он, кстати, тоже сборкой занимается уже очень давно. Вот, и я помню этот конструктив еще, там, ну, с двухтысячных годов. Вот, когда я там мелкий был, помогал ему там что-то ездить. В Ростов ездил там за ДСП, его там тоже насверлили, как бы, и все, скрутили. Но это было, блин, 20 лет назад. Вот, а вот, как бы, до сих пор все это осталось. Ну, в общем, сейчас буду ставить каркасы, собирать. Там уже, кстати, переехали столешницы с еврозапилом. Как бы все, все вроде должно быть четко. По размеру тут вроде тоже все нормально. Кстати, стены вообще, блин, просто красота. Здесь вот, после моего маленького проекта, где квартира 5 квадратных метров, здесь стены просто идеально ровные. Углы все четкие. И этот я угол проверял. И этот угол проверял. Единственное, что не знаю, как вент шахта, вот эта стена, относительно вот этой стены, вот. Это сейчас тоже буду смотреть, уже по каркасикам все выставлю. Ну, так, как бы, за помещение просто вот жирный лайк заказчику. Молодец, прям заморочился тут. Ребята, как бы, ну, узбеки были, ну, вообще красавчики вывели, все клево. Вот, потому что я так глазами прикидывал, и там, и там, все ровненько, все обалденно. Вот, ну, сейчас, конечно, шкафы повешу, это все мы увидим. В общем, покажу, покажу процесс направляющих. И, кстати, тоже механизм, вот тоже фирмы ДТЦ. Ну, вроде ничего, так ездит мягенько, вот, конструктив такой. Просто, в общем, продавцы говорят, типа, блин, это блюм, круче, чем блюм, там только стоит дешевле. Ну, круче блюма, только блюм, вот, я так считаю. Возможно, я не прав, возможно, меня мебельчики поправят. Все, продолжаю дальше. Сейчас проверим. Опа. Вроде все окей. Шкаф сейчас подожмется, потому что потянул вот этот шкаф. Так, друзья, процесс монтажа идет, все нормально. Доборчики ставлю, там попилил, установил. Здесь доборчик нормальный. Сейчас мне подожмется, потому что из-за конструкции шкафа он немного вот так сложился домиком. То есть, все здесь будет вот так. Так, здесь постуномойка будет уже, здесь все расстояние для нее есть. Здесь сделал вырезы. Мойка у нас сегодня здоровая. Мойка Икея. Это Ундербург, по-моему, называется. Ну, в общем, ладно, сейчас не буду я сильно там тревожить. Покажу потом. Вот, и, конечно, из-за конструкции шкафа, из-за, ну, столешницы 60-я, у Икея 63,5 была. Здесь у нас места маловато остается. Здесь пока вот думаю, как здесь затянуть хомуты. Наверное, сейчас уголочки буду ставить. Вот, и попадают у нас, ну, на запил, в общем, здесь как обычная история. Единственный момент, что ребята сделали запил. Вот здесь длинную историю. Вот, нужно было короткую делать, потому что, вот, ну, спилилась, в общем, вторая часть. Но сейчас буду как-то стягивать, это притягивать, закреплять и так далее. Потому что здесь уже нигде стяжку не сделаешь. По центру смысла нет особо делать, потому что вот это у нас смещено уже сюда. Ну, то есть, ну, как бы запил уже готовый был. Просто зачем сюда еще раз лезть? Вот, в общем, сейчас это все стяну, притяну, вторую кину. Здесь я вот это сделал под вот этот вент-канал. Получается, довольно-таки, все культурное. Вот, по мебели, кстати, такие неплохо вроде бы пока все. Сейчас еще начну вверх вешать, там посмотрим. Так, друзья, день первый, все на сегодня. Столеху закинул, запил здесь был. Я его просто стянул, как бы все окей, все нормально. Мойка Икеа классная, здоровая. Вот, единственная проблемка у меня завтра будет с крепежом. Да ладно, разберемся. В общем, наверх у меня вот здесь уже весь собран. За исключением одного шкафа под вытяжку. Но я его буду сразу собирать и переделать под вытяжку. Вот, сверлить уже поздно, поэтому навесных шкафов сегодня не установить. Ну, ничего, завтра приезжаю, сразу сверлюсь и накидываю навесной ряд, доборчики и все такое. В общем, кухонька будет интересна. Вот, настал момент установки петель. Там я парочку поставил, уже сюда на низ, сюда наверх поставил. Вот, есть у меня, конечно, вопросы, там, клювтик у этих петель ДТЦ. Ну, как бы, что есть. Вот такие, в общем, не знаю. Нормальные вроде петли, может и нет. Вот, если бы еще не делали бы присадку, и здесь присадка, да, под вот эту нормальную, под шуруп пятерку. Вот, и здесь делали бы присадку. Было бы это намного круче. Вот, а сейчас вот этими заниматься гаданиями непонятными. Просто представляете, вот сколько фурнитуры разные, да, и нужно кучу шаблонов с собой таскать. Ну, кто их будет таскать? Ну, естественно, все на глаз сверли. Я вам, Антон, даже шаблон для хейтика купил, он на качестве не такой, потому что у хейтика есть несколько карт присадок. Ну, это вообще трэш какой-то. Вот, ну, понимаете, да, на чемодан с собой шаблонов возить, чтобы делать более-менее четкую присадку, вот такое себе. И опять же, нужно знать точное вот это расстояние, вот, и нужно понимать, сколько здесь должен быть запас, какое здесь делать расстояние до центра. Вот, и все равно, как ни крути, приходится заниматься методом вычисления, пробы и ошибок. Вот, и, соответственно, когда это на шестерях держится, ну, такое себе. Просто еще в чем нюанс, в том, что вот эта ответная планка, да, если бы ее один раз прикрутил, и все, вот, как бы вопросов меньше было бы. Но регулировка вверх-вниз петли происходит именно за счет вот этого смещения, вот этих отверстий. То есть нужно открутить саморез, открутил, приподнял, закрутил, открутил, опустил, закрутил и так далее. Вот, регулировать приходится петли, как ни крути, как их ровно шкафы не повесил, где-то чуть-чуть подкрутить надо. Вот, поэтому, открутил, закрутил, и саморез пристает держаться, к сожалению. Вот, как бы, поэтому я за пятерку шуруп, за нормальную, вообще, за нормальные прямые ответки, которые на евровинтах, так раз и все, как у Блюма есть, как есть у Хетика, и даже вот этих петель есть прямая ответная планка. Вот, но, естественно, ее не покупают, потому что под прямую ответную планку нужно делать нормальную присадку на фабрике, да, чтобы это все защелкивалось, все держалось. Здесь, как бы, и просто планка дешевле еще. В общем, такие моменты сейчас буду навешивать, покажу. И у нас тут, кстати, шкаф меньше, чем нужно. Ну, это я вам расскажу уже попозже, нюансы эти. Так, в общем, думаю, ну, здесь же присадку одинаково, наверное, делаю. Сейчас я раз, здесь вычислю центр, здесь там небольшим отступом, да, вычисляю центр петли, делаю присадочку, шаблончик, хетик, подходит под ответки, все нормально. Ну, даже вот просто так померить, да, как бы, ну, здесь, ну, так даже на глаз, да, примерно, ну, видно, что, ну, 15 ровно, вот. Сюда, бац, идем, вот, ну, здесь тоже видно, вот, сейчас, вот, а здесь видно, да, на глаз, что здесь 14,9, ну, то есть, ну, понимаете, да, нечего браться. То есть, поэтому, вот, по факту, приложил, прикрутил, приложил, прикрутил, все. Вот, как бы, вот так. Ну, мне кажется, это неправильно. А так, друзья, вот, ну, думаю, что сегодня кухня на заказ, ну, хотя бы с ручками все должно быть, то, окей. Ручки комплектовались фабрикой, отверстие делала фабрика, то есть, все, как бы, окей. Вот, у нас болтик стандартный, с ручками, бам, ну, то есть, понимаете, да, здесь, как бы, держать не будет. А это вот то, что у меня было, просто валялось. Вот, ну, понимаете, да, что это держать уже будет. И плюс разные, вот, шляпка здесь такая, то есть, даже их погрешки в сверловке, то есть, вот эта шляпка перекрывает, это не перекрывает. Вот, как бы, ну, вот, как бы, вот так вот, понимаете, вот. Так, друзья, финиш, завершен проектик, практически завершен. Вот, сейчас быстренький обзор по фасадам, по наполнению, по технике, вот, и потом расскажу, почему у нас получилось вот так. Так, изначально здесь кухню планировали, точнее, помещение планировали под кухню Икея. Вот, даже закупили всю технику в Икея, то есть, у нас все, и варочная, духовой шкаф, вытяжка, мойка, смеситель, посудомоечная машина, все, в общем, из Икея. Вот, но не успели, в общем, купить саму мебель, и поэтому мебель заказали. Это заказная кухня, фабрику, да, в принципе, чего им называть, они все плюс-минус одинаковые. Вот, может быть, напишу потом, если не забуду. Вот, по поводу качества. По поводу качества, в принципе, в принципе, нормально. Вот, как и говорил, добавить бы в конструктив еще шканты, вот, было бы еще лучше. А если бы все было бы на минификсах, вот так собрано, вот, было бы, мне кажется, совсем прям хорошо. Вот, потому что, ну, опять же, немного непонятно, допустим, для меня. Здесь минификс, да, ну, сделайте здесь, здесь юровинт, и он снизу закручивается. Ну, вот, как бы, такие моменты. И вот здесь, соответственно, тоже винт, да, вот, снизу заглушечкой. Вот, ну, как бы, может быть, так нужно, не знаю, вот, мебельные дела эти все, поэтому вот, говорю, как бы, как есть, что вижу. Фасадики, фасадики у нас пленка, МДФ, в принципе, неплохие. Ручки наверх вообще не получилось поставить, потому что там болты даже до резьбы, до начала резьбы не достают. У ручек резьба прям приутоплена немного. В общем, хотел быстро показать там. В общем, болтики заказчик купит, прикрутив, говорит, не проблема. Вот, на низ у меня были болты, вот, я весь низ поставил, как бы, вот, на своих болтиках нормальных. Все здесь окей. Так, по столешнице. Столешница фирмы Кедр. Клевая столеха. Все, как бы, с ней нормально. Надо отдать должное ребятам, которые делают мебель. Они четко вымерли столеху. То есть, она прям у нас здесь, карай поклеенный. Здесь все четко. Вот, здесь у нас примыкание, как бы, все классно, все четненько. Ну, и здесь, конечно же, еще был ремонт. Ремонт, это вообще отдельная история. Здесь прям все в идеале выровнено. И эта стена, и эта стена, и короб выровнен. Ну, то есть, все, как бы, все четко. Все становится, как положено. Здесь будет фарточек. То есть, здесь фартук и сюда пошел. Так, значит, дальше по... Здесь, по наполнению. Здесь 30-ка шкаф. Ну, скорее всего, из-за батареи не стали делать широкий. Здесь сверху 40-ка. Далее у нас выдвижной механизм. Ну, вот это, конечно, ну, я вообще обеими руками против таких механизмов. Ну, типа под духовкой, как бы, им не пользуются. Пусть стоит. Духовка. Духовка у нас Икея, как я говорил. Это, блин, клевая моделька очень. Варка, индукция тоже Икея. Тоже классная моделька. Далее у нас вытяжка. Аналогично Икея. Все, вытяжка у нас вот так здесь. То есть, все, как бы, по стандарту. Без всяких вам тут закрывашек, вентоканалов и так далее. Ну, полка, то есть, полку сделали уже под размер вытяжки. То есть, нормально, молодцы. Петли вот так. Не знаю, может, так нужно. Я просто думал, что 2 снизу нужно добавлять. Возможно, я ошибаюсь. Ну, как бы, тут, чтобы вы понимали, ручки уже были просверлены отверстия. Вот, то есть, уже тут направление двери обозначено, так сказать. Далее, здесь 800-й модуль. Розетка там, потому что по проекту Икея здесь планировался 60-й модуль. И микроволновку, думали за СВЧ. Ну, вот, все переигралось. Здесь у нас снизу посудомоечная машина. Это посудомойка Икея. Вот, но производитель это Электролюкс. Вот, у нас Икея производитель Электролюкс. Классная моделька. Все открывается. Она с системой Perfect Fit. То есть, она нормально все устанавливается под столех. У никаких проставок. Хотя, то есть, фасад 770-й, как у верва. Вот, и все четко открывается, закрывается. Цоколь не цепляет. Потому что мы цоколь сместили специально по просьбе заказчика. Все, как бы, отлично. А здесь у нас выдвижные механизмы. Механизмы также фирмы вот этой ДТЦ. Ну, не знаю, вроде как бы работают. Вроде нормально. Хотя, вот здесь высокий, да. А здесь уже низкий. Вот, и здесь низкий. Вот, а, наверное, можно было здесь средний сделать. Ну, с одним рейлингом. А здесь, наверное, тоже средний. Либо низкий. В общем, не знаю, какие у них есть компоновки. Ну, просто вот этот прям сильно высокий, а этот сильно низкий. Вот так. Далее, по углу. Мойка. У нас Икея. Блин, одна из самых, наверное, клевых моек. С МИСАК также Икея. Все клево. Вот дозатор, не дозатор, фильтр для очистки воды, Аквафор. Под мойкой у нас вот так все получается. Все было сделано. Я здесь чуть-чуть доработал канализацию. Краники поставил проходной для фильтра. Соответственно, горячая, холодная. Там у нас посудомойка. Вот так как посудомойка у нас стоит через аж 80-й модуль, то нам прямо вот тык-впритык хватило шланг сюда вывести. Вот была бы какая-нибудь другая посудомойка, там, какой-нибудь Медея, либо Визгавов, не хватило бы 100%. Потому что у них шланги короткие. То есть, все, подача воды посудомойка. И здесь у нас слив посудомойка. Там как раз сантиметров 40 есть. То есть, как бы все окей. Вот пришлось применять вот такой вот носик. Вот, ну, все норм, все вроде работает. Проверяли уже, запускали ее. Все, ну и фильтр там вот расположился. Ну, все формы, естественно, Икеа. Так, здесь у нас вот такой шкаф. Ну, то есть, он готовый, приехал. Я тут ничего не выпиливал. Мебель на заказ. С этим все понятно. Здесь модуль также у нас вот в плоскости. Все как по этому, по заказу. Единственное, что здесь модуль, он как бы вроде туда уходит. Но не до конца. То есть, вот здесь, по факту, отсюда начинается туда пустота. То есть, которая вообще закрыта. Вот, но это так уже по просьбе заказчиков. Потому что они говорят, хотели здесь сушку. Или вообще-то будет здесь сушка, непонятно. Вот, в общем, пока полки, сушка в дальнейшем планируется. И, соответственно, чтобы здесь, по факту, получился 80-й шкаф. Вот, по внутреннему размеру, да, как бы. Пока вот сделали такой конструктив шкафа. Чтобы этим можно было пользоваться и ставить сушку. Так, по кухне рассказал. По качеству, в принципе, норм. Ну, могло бы быть лучше. И, конечно же, могло. Есть моменты и так далее. Так, теперь сейчас буду рассказывать вам про вот эту вот нашу историю. С тем, что у нас шкафы, в общем, короче, на один сантиметр. Так, история такая. Значит, у нас, я смотрю в проект. Вот, ну, обычно, да, обычно там вылет глубина, точнее, шкафа, да, допустим, 56 сантиметров. Даже если мы по факту короче. Обычно он нахлёст, столешницы над шкафом 4 сантиметра. Ну, как бы у нас есть проект же, правильно? Я смотрю в проект. В проекте мы видим, что у нас вот размер, глубина шкафа, вот глубина, видите, 560. Вот этого шкафа, вот он. И он по факту 560. Ну, соответственно, значит, мне нужно отталкиваться от этой глубины 560. Дальше, второй момент, у нас есть вот этот шкаф. То есть, он у нас упирается в короб. И, соответственно, упершись в короб, и здесь стянув два этих модуля, у нас также получается вылет, там, 560. Ну, там, по факту, чуть-чуть меньше. Вот, но, в общем, но не 550, как мне утверждал менеджер. То есть, 550 никак не получается, куда я этот, во-первых, модуль не сдвину, эти у меня все упираются, вот это вот, он упирается в винт короб. Потому что здесь это все замеряли. Соответственно, из-за этого у нас получается, что низ, как бы, длиннее, чем верх. Вот, это, как бы, не проблема была бы, если бы у нас не вот эта симметрия. То есть, мы не сходились по симметрии именно в этом месте, сантиметр. Вот, естественно, я об этом сообщу заказчику, и мы давай думать, кто накосячил. Я, проектировщик, замерщик, либо все по чуть-чуть. В общем, вывод мой такой. Скорее всего, вот эти ребята, которые делают мебель, она говорит, она мне сказала, что мы всегда делаем нахлёст 55, в общем, глубина каркаса, типа, 55 сантиметров, 5 сантиметров нахлёст всегда у них идет. Скорее всего, они на автомате, как бы, в голове 55, по факту сделали 56, вот, плюс добор, там, увеличили по просьбе заказчика, чтобы здесь у нас открывался ящик. Вот, и, соответственно, низ у нас поехал влево, а верх у нас остался так, как был изначально запланирован. Вот и все. То есть, по факту, нам нужно вот здесь добавить сантиметр. Естественно, если бы у меня была бы панель накладная, вот, или что-нибудь типа того, я бы попилил бы, мы это бы все сдвинули, как бы, и все хорошо. Но здесь еще шкаф, как бы, такой конструкции, что он, вот, он идет 80, по факту, но дно и нижняя часть, и верхняя часть идут длиннее, то есть 86, все. Соответственно, мы здесь раздвигаем, здесь образуется зазор, ну, как бы, некрасиво, неприкольно. Вот, поэтому было предложено два варианта, либо делаем там несимметрию, либо, соответственно, мы переделаем вот этот шкаф. Но по факту нам нужна нижняя часть, верхняя часть, даже нижняя часть там сверху, ничего страшного, сантиметр зазор и доборчик. Вот, созвонились с фабрикой, сначала, в общем, там немного они там начали выпендриваться, вот, но потом, как бы, по факту, типа, говорит, прислайте размеры, мы его сейчас запустим в производство. В общем, походу поняли, что тоже где-то косякнули. Вот, далее здесь, а, ну, еще разговор был такой, типа, мне говорят, ну, же, ну, выпилить, типа, вот этот добор, у тебя все поедет сюда. Но выпиливать его нельзя, потому что его и так мало, вот, просто, чтобы вы понимали, она чиркает. То есть, по сути дела, здесь нужно было еще добавить сантиметр, полтора. Здесь у нас место есть, есть, соответственно, вот там тоже нужно было это расстояние заложить, и, как бы, у нас бы все было четко. Поэтому, как бы, ошибка, ошибка имеется. Моя ошибка, что я все точно не измерил. Вот, ну, как бы, когда приезжаешь, мебель на заказ, смотришь, все одинаковое. Ну, как бы, все, вот, все, размеры есть, как бы, вот они все имеются. Вот, и то, вот, видите, здесь у нас написано 600, блин, тут, короче, 600 написано. Непонятно, что 600, шкаф 600, либо столешца 600, то есть, неизвестно. По факту, получается, вместе с вот этим доборчиком, который изначально был увеличен по просьбе заказчика, получается 61. Вот один сантиметр у нас вниз и поехал. Вот, а верх забыли с собой прихватить. Поэтому получилась такая история. Ну, и, опять же, отсутствие нормального проекта, нормального техзадания. Если бы был бы расписан каждый шкаф, да, вот, модуль, допустим, угловой, добор такой, вставка такая, расстояние такое, нахлест на столешнице такой. Было бы, как бы, сразу все понятно, и мы бы этот вопрос еще бы вчера подняли бы, и, возможно, что-нибудь бы придумали. Ну, а так, по факту, в общем, кухня установлена, ей можно пользоваться. Эти шкафы у меня все стянуты, все окей, выставлены. Единственное, что этот чемодан у меня не притянут, ни сюда, ни сюда, то есть, он просто пока висит, пока с фасадами. Потому что его нужно будет снимать, перебирать, новые детали ставить и устанавливать по-новой. В принципе, это не глобальная проблема, вот, ну, естественно, как бы заказчику неприятно, мне тоже неприятно, потому что, блин, работаешь, работаешь, и я когда уперся вот в эту семью, то я просто, ну, уже тут все измерил, что можно, и не понимал, как бы, кто, кто не туда сделал. Вот, поэтому, в общем, вроде бы мы там все обсудили, договорились, шкаф приедет, я потом уже, ну, тут уже заказчик либо самостоятельно поменяет, либо позвонит мне, я заеду, все это дело поменяем. В общем, вот такая вот история, бывает, все бывает, главное, что мы там, как бы все обсудили, хотя сначала не хотели там с нами сильно разговаривать. Но это тоже неправильно, как бы, клиент-ориентированность такая себе. Вот, понятное дело, что кухню год назад покупали, но вот так обстоятельства сложились, только устанавливаемые. Есть моменты, есть вопросы. Вот, а там, как бы, трубки бросают, типа, до свидания. В общем, название фирмы не буду я, наверное, говорить вам, не хочу. Может, просто так получилось, плохой день был, ребята, там, случайная ошибность. Может, у них обычно всегда все хорошо. Поэтому все, всем спасибо за внимание. Вопросы все в комментах. Вроде бы ничего не забыл, все рассказал. Все, пока.